Террористы незаконной ДНР лишили международную благотворительную организацию «Врачи без границ» аккредитации и оставили жителей оккупированных территорий без инсулина. Об этом пишет Униан. Боевики обвиняют организацию «Врачи без границ» в шпионаже и распространении наркотиков. Организация опровергла обвинения, но разрешение оказывать помощь местным жителям так и не получила, а благодаря им более 70% больных с сахарным диабетом получали инсулин. Окупанты не могут обеспечить больных необходимыми медикаментами и препятствуют в этом благотворительным организациям. Теперь террористические власти оставили медицинский центр без лекарств и медицинского материала, а люди, страдающие от сахарного диабета, находящиеся на инсулине, после прекращения инъекций рискуют умереть. Главарь террористов Плотницкий пожаловался на отсутствие возможности запуска поезда Луганска-Ростов по экономическим и политическим причинам. Об этом он заявил на пресс-конференции в Луганск-информ-центре «Передает луганский радар». В частности, сказал псевдоглава, что проект запуска поезда Луганска-Ростов неплохой, но к его осуществлению финансово террористы не готовы. Вторая причина, цитата, «на сегодняшний день мы являемся непризнанной республикой, поэтому есть некоторые трудности в этом плане. Я бы сказал, что это больше вопрос политический, чем экономический», – пояснил Плотницкий. То есть, Россия не желает иметь железнодорожного сообщения со своими подданными боевиками. В оккупированном красном луче шахтеры требуют выплатить им задолженность по заработной плате. Чиновники-сепаратисты разобрались в этом вопросе и выяснили, что задолженность действительно существует. Только должны не шахтерам, а наоборот. Работники Донбасс-антрацита задолжали республике. Об этом пишет «Инфоньюз», передает «Луганский радар». В красном луче шахтеры бастуют уже неделю. Инициаторами акции протеста выступили горняки шахты «Краснолучская». Позже их поддержали и сотрудники других шахт. Заработную плату за период с июля прошлого года в Донбасс-антраците заплатили один раз. В июле 2015-го им дали аванс, на который самозванное начальство взяло судо от министерства строком на три месяца. На встречах с работниками угольных предприятий сепаратистское руководство неоднократно обещало шахтерам заплатить из еще одной суды. Но «Донбасс-антрацит». «Мы же предоставляли Донбасс-антрацит и доставляли суды по выделению денежных средств. Выделение производилось. Сейчас происходит возврат денежных средств». «Я помню, по возврату, потому что они нам должны, так?» «Да». Теперь шахтеры угрожают применить радикальные меры – остановить водоотлив. А это грозит не только затоплением выработок и окончательной остановкой предприятий, но и экологической катастрофой.